В Сургутском районе стартовал цикл встреч с российскими писателями. Проект под названием «Творческая регата» разработан Центральной районной библиотекой имени Пирожникова. Открыл череду встреч Дмитрий Емец, детский писатель, прозванный основоположником хулиганского фэнтези в России. Читателям он знаком по книгам Таня Гротер, Мефодий Буслаев и «Приключения домовят». Кто-то в детстве преподносил маме с папой поделки из картона и пластилина, а мальчик Дима Емец дарил близким сказки. Ранняя творческая деятельность дала плоды. В 22 года Дмитрий стал самым молодым членом Союза писателей России. Мама работала в литературной учебе, это такой журнал, и им выдавали польские печатные машинки. Это такие новые, красивые, очень громкие печатные машинки. Я не знаю, может быть у кого-то дома есть печатная машинка, или у ваших родителей наверняка есть. Очень вкусно пахнут новые печатные машинки, гораздо вкуснее, чем компьютеры, которые обычно пахнут жареной пылью. Вопросы детей сыпались, как из рога изобилия. Встреча длилась больше часа. Школьникам было интересно все. Есть ли будущее у бумажных книг, сколько правды и вымысла в историях писателя, кем Дмитрий хотел стать, когда вырастет. Не секрет, что молодежь использует чтение интернет. Как вы думаете, есть ли будущее у книги? Интернет очень много времени, убивает очень тяжело сосредоточиться перед монитором. То есть ты, допустим, ну не знаю, 20-30-40 минут почитал, а потом тебе хочется, там, ну не знаю, войти в социальную сеть, еще что-то. А чтобы человек мог развиваться, он должен быть немножко одинок. Екатерина Агиря готова говорить о книгах часами. Катя по праву считает себя фанаткой писателя, ведь она прочитала все произведения Дмитрия Емца. Я с ним знакома уже два года. Первая книга мне попалась Мефодий Буслаев и этот, как его, и Мак Полуночи. Вот, много воспоминаний, вообще все книги я помню наизусть. Мне нравится больше всего первая книга, так как он узнал, что он волшебник. И как это случилось? Изначально пригласительные выдавали исключительно детской аудитории. Но вскоре соцопрос показал, что читают книги емцы и взрослые. Так что на всякий случай пригласили всех. Когда детское время вышло, Дмитрий Емец ответил уже взрослым, как он без отрыва от производства воспитывает семерых детей, выращивает 30 крыс и чем именно ему запомнился сургут. В Сибири очень какие-то такие добрые, хорошие, открытые. А еще все время кормят. Здесь считается, что, если ты приехал, ну, дома, ну, я не знаю, по-моему, допустим, позавтракать в 2 часа дня или еще что-то. А здесь ты ешь, допустим, ну, не знаю, утром поел, потом куда-то едешь, тебе уже в машину мешок с продуктами. Следующая встреча в рамках творческой регаты состоится 24 сентября в Центральной районной библиотеке. Ее посетит Михаил Елизаров, лауреат литературной премии «Русский букер», автор таких романов, как «Библиотекарь» и «Мультики». Всего город и район посетят 7 писателей-современников. Екатерина Любешева, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.